Моделях Человека Моделях Куклах 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 или крупиничка. Небольшой мешочек наполнялся зерном, к нему приделалась голова, опять же без лица, повязывалась платком и подпоясывалась тесьмой пояском. Традиционно эту куклу наполняли гречишным зерном, пшеницей или горохом. Да что там зернушки и крупинички? Присмотримся повнимательнее ко всем нам знакомой кукле-неваляшке. Не спим, не сидим и ложиться не хотим, днем и ночью мы стоим, очень весело звеним. Поется от имени таких кукол в детской песенке. Похоже, что это самая старая игрушка, в которой использован принцип устойчивого равновесия. Получить такую куклу, которую никак не уложишь спать, можно очень просто. Взять болванку со асферическим основанием и заложить ближе ко дну кусочек свинца. Первые русские деревянные неваляшки появились на ярмарках в начале 19 века. Назывались они кувырканами и изображали купцов, клоунов и девочек на шаре. Но откуда эти кувырканы попали на российские ярмарки? Историки полагают, что из Японии. И действительно, в стране восходящего солнца издревле существуют куклы Дарума, очень похожие на привычные нам неваляшки. Эти японские Дарума играют свою магическую роль. Они служат лучшим средством для ежегодного расставания японцев с грехами и несбывшимися надеждами. Поэтому Дарума в огромных количествах готовят к Новому году. Как и у многих ритуальных кукол, у Дарума нет глаз. Загадывая желание на будущий год, японец прорисовывает тушью, в одной глазнице куклы точку, то есть открывает глаз. В течение года Дарума хранится дома на видном месте, рядом с другими домашними объектами поклонения, например, домашним буддистским алтарем. Если желаемое сбудется, то куклу ждет открытие второго глаза и вновь почетное место в семейном алтаре. Ну а если Дарума не выполнит просьбу, на следующий Новый год ее сжигают во время специальной церемонии. Но откуда у Дарумы этот дар и такие способности? Дело в том, что прообразом этой игрушки стал живший в конце 5-го, начале 6-го века легендарный индийский монах-отшельник Бодхитхарма. А Дарума – это японское произношение имени Бодхитхармы, основателя буддистской школы чань по-японски дзен. В 10-е годы 6-го века он отправился в Китай, где основал ставший впоследствии всемирно знаменитым буддистский монастырь Шаолинь. По преданию, в этом монастыре в течение 9 лет Дарума Бодхитхарма придавался медитации, созерцая стену, не шевелясь и даже не моргая. От долгого сидения руки и ноги монаха отсохли, поэтому японская неваляшка Дарума не имеет ни рук, ни ног. Как правило, Даруму изготавливают из дерева или папье-маше, но порой попадаются и более дорогие неваляшки из слоновой кости. Обратим внимание, что и японская кукла Дарума, и наши куклы-неваляшки, они же Ваньки-встаньки, обычно окрашены в красный цвет. Это не случайно, поскольку в древности считалось, что красный цвет отпуевает демонов, вызывающих оспу. В Японии Дарума стала символом стойкости и выносливости. Сложилась даже поговорка «семь раз упасть и восемь раз подняться», как Дарума. Да и о нашем Ваньке-встаньке можно сказать нечто похожее. На этом миссия Дарумы в России вроде бы не закончилась. Некоторые исследователи полагают, что эта ритуальная японская кукла повлияла и на рождение знаменитой матрешки. Правда, как это произошло, так до конца и непонятно. Кстати, почему она называется именно матрешкой, тоже не ясно. Но, конечно же, матреша – это уменьшительная от матрены, любимого женского имени в крестьянской среде. Возможно, игрушка своим обликом напоминала какую-то определенную девушку-матрешу. Поэтому и получила такое название. Итак, точная история происхождения матрешки неизвестна. Своим появлением на свет в 90-х годах 19-го столетия матрешка обязана токарю Василию Звездочкину. Это точно. Автором первой росписи этой оригинальной куклы считают замечательного русского художника Сергея Малютина. Но это под вопросом. Первая расписная восьмиместная матрешка изображала девочку в сарафане, переднике, платочке в цветочек, которая держит в руке черного петуха. Она была круглолицей и ясноглазой, с аккуратно убранными под платочек волосами. Внутри первой куклы помещается целое семейство, мало-мало меньше. Минимальное количество кукол-вкладышей могло быть три. Ну а самая большая матрешка была представлена в 1970 году на выставке Экспо-70 в Токио, 72-х местная. Ну вот, пока что о куклах все. Продолжение кукольной истории вас ожидают в следующий раз. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok